Обменять водительское удостоверение, получить международные права, зарегистрировать транспортное средство. Все эти процедуры, с которыми каждый человек сталкивается хоть раз в жизни, сейчас значительно упростились и могут занимать гораздо меньше времени и практически не отрывать вас от повседневных секущих дел. То есть миновать очередей лишних поездок в МРЭО и потраченных нервов можно благодаря предварительной записи с использованием единого портала государственных услуг. Пользуясь данной услугой, гражданин в удобное для себя время может записаться на регистрационные действия транспортного средства, выдачу или обмен водительского удостоверения через личный кабинет пользователя. Если вы не зарегистрированы на портале, вам нужно пройти несложную процедуру регистрации. Для этого нужен паспорт, карточка с НИЛС и номер мобильного телефона. Вы указываете свои данные, а по окончании проверки подтверждаете учетную запись. Процедуру можно осуществить в офисах Ростелекома, МФЦ, через Почту России или в кабинете номер 7 в МРЭО ГИБДД. Если вы уже зарегистрированы на портале, вам нужно зайти в личный кабинет, в каталоге Госуслуг выбрать необходимую вам услугу, заполнить требуемые поля и выбрать удобное для вас дату, время посещения и подразделение МРЭО. Легко, удобно и просто. Записываешься на сайте Госуслуг, в течение 5 минут принимаются документы и ждешь в своей очереди уже на выдачу готовых документов. Я заранее записываюсь на определенное время, к этому времени подхожу и сдаю свои документы. В течение 20-30 минут уже вызывают и я получаю уже готовые документы. Подразделением РЭО ГИБДД ОМВД России по Рязанской области по адресу Солнечное 1 организовано специальное рабочее место с возможностью выхода на сайт Госуслуги.ру, где сотрудники госавтоинспекции окажут практическую помощь по созданию личного кабинета на сайте единого портала государственных услуг, в том числе подтверждение личности, что значительно сократит время регистрации. С начала текущего года в электронном виде предоставлено более 8 тысяч услуг по регистрации транспортных средств, выдачи или замене водительских удостоверений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество оказываемых таким образом государственных услуг значительно возросло. Сегодня в МРЭО, кроме прочего, проходит День правовой помощи, в рамках которого любой посетитель может задать свои вопросы сотрудникам, а те окажут необходимую консультативную помощь. Я приобрела автомобиль. Какие документы нужно, чтобы поставить на учебу? Для регистрации автомобиля в регистрационном подразделении вам необходимо написать заявление, оплатить государственную пошлину, сделать страховой полис ОСАГО и со всеми документами обратиться в любое регистрационное подразделение, которое ближе к вам. Также вы можете подать заявку через единый портал госуслуг и выбрать удобное для вас время и место. Стоит отметить, что в разделе «Ваш контроль» вы можете оставить отзыв, дать объективную оценку работы подразделения в целом и оставить предложение по улучшению работы межрегистрационного отдела.